Я всех приветствую, всех любителей чистоты и порядка, и в этом видео мы снова с вами затронем тему роботов-пылесосов, что буквально в прямом смысле слова стали нам помощниками по дому. Я думаю, мои зрители помнят те времена, в которых только начали появляться электровенечки, это были простые модели, что-то просто ездило там по комнатам, врезались в стены, в мебель, и что-то там пытались они собирать какой-то мусор. Так вот, друзья, прошло буквально пару лет, и данная индустрия стремительно развивалась, и появились новые роботы, что имеют даже свою станцию самоочистки. Например, данная модель DreamyBot L10S Pro Ultra тоже имеет такую станцию самоочистки, плюс она дает пользователю множество функций управления через смартфон и еще множество интересных фишек. Если помните, я недавно обозревал старшую модель L30 Ultra, это тоже очень крутой робот, и вот новая модель L10S Pro Ultra также получила поддержку фирменной фичи от компании Dreamy, это технология Mop Extend. Суть ее сводится к тому, что робот способен эффективно убирать в труднодоступных местах за счет того, что одна швабра выдвигается и моет полы вдоль стен и мебели, что весьма полезная штуковина. Также пылесос понимает, если он находится на ковролине или на ковре, то он приподнимает свои швабры, и они размещаются на одном уровне с корпусом. Это очень полезно, чтобы не мочить поверхность ковров, и только если робот движется по кафелю или паркету, то он снова опускает свои швабры и делает влажную уборку. Все очень просто. Еще из полезных особенностей я бы отметил, что в данной модели L10S Pro Ultra есть несколько специальных датчиков позиционирования, которые за счет алгоритма искусственного интеллекта способны определять углы и края в окружении, что позволяет максимально приблизить швабры к краям стен для глубокой и тщательной уборки каждого сантиметра вашего помещения. Кстати, что насчет комплектации, я думаю, именно с нее и стоило, начиная данное видео, я забежал, как обычно, малость вперед. Так вот, друзья, Dreamy решили комплект сделать очень щедрым и обширным, и в коробке я нашел сразу два пылесборника. Один уже установлен в станцию самоочистки, а второй запасной лежит в коробке на будущее. Далее сюда же добавлена запасная боковая щетка, а также еще одна щетка для очистки самого пылесоса и станции. И, разумеется, Dreamy по традиции не забыли положить в комплект фирменное моющее средство, которое нужно для мытья полов. Я часто использую это средство, хотя, конечно, никто вам не запрещает использовать просто чистую воду без данного средства. Все по желанию. Здесь понятно, что насчет станции очистки, то внешняя станция пылесоса выглядит гораздо более громоздкой, чем привычные многим компактные площадки. Дело в том, что она вобрала в себя большое количество техно-решений, призванных упростить и уборку дома, и обслуживание робота-пылесоса в целом. Я для себя решил разделить данную станцию на три уровня. На первом у нас, значит, пылесос отдыхает на специальной подставке. На втором условном уровне у нас содержится бак для чистящих средств и мусоросборник. А на самом верхнем третьем уровне под крышкой расположены два бака, один для чистой воды и второй для грязной воды. Причем они даже визуально различимы, чтобы пользователь не запутался. Первый из прозрачного пластика для чистой, а второй из темного именно для грязной воды. От себя лично я скажу, что функционал станции действительно удивляет. И это особенно заметно, если вы переходите с простого дрона-уборщика на данную модель, как L10S Pro Ultra. Например, тут есть автоматическая мойка швабры водой при температуре 58 градусов. Далее станция умеет сушить швабры горячим воздухом, тем самым предотвращая появление неприятных запахов, плесени и так далее. При этом я бы отметил, что сама станция автоматически высасывает собранный мусор из пылесоса после уборки. Да, делает она это, признаюсь, довольно громко, что поначалу непривычно. Но я, честно, готов смириться с этим шумом, лишь бы самому не разбирать пылесос, не чистить вручную мусор и дышать этой самой пылью. Так что это, в принципе, нормально, не критично. В целом, данный робот-пылесос и домашний комбайн самочистки, если так выразится, требуют к себе буквально очень мало внимания пользователя, которому всё, что нужно, это изредка менять пылесборник, доливать чистую или сливать из бака грязную воду. Вот, в принципе, и всё. И то, делать это нужно примерно один раз в 10-15 дней. Это при том, что я убираю точно один раз в день трёхкомнатную квартиру на 80 квадратов. Так вот, раз уж мы коснулись тему уборки, то сей робот показал уверенное перемещение в пространстве по комнате и справился с обнаружением препятствий. В большинстве случаев он без проблем распознавал даже тонкие ножки стульев, тапочки, предметы или моих домашних котов, которые явно создают проблему любому роботу. Это известная проблема для навигации. Здесь использован лазерный локатор, несколько пространственных датчиков и камера в средней части корпуса. Насколько мне известно, фича обхода препятствий получила название Intelligent Pathfinder с 3D-сканированием. Так, робот-пылесос может идентифицировать препятствия и успешно обходить более 55 видов предметов в доме. Помимо этого, L10S Pro Ultra может распознавать тип помещений, которые будут очищаться. Например, гостиная, кухня и так далее. Под каждую на секундочку локацию он выбирает тот или иной способ уборки с различными уровнями всасывания мусора. Кстати, что по мощности всасывания, то у нас она равна 7000 паскаль, что обеспечивает динамическую очистку различных напольных покрытий, а именно твердых, вроде полов, обычных паркетных и, разумеется, ковров, в том числе и с длинным ворсом. С очисткой последних наш робот справляется неплохо, не оставляет пыли на ровных покрытиях и также мытье полов тоже не вызывает у меня лично нареканий. Пылесос сможет отмыть даже въевшуюся грязь и все это за счет системы Duo Scrub, то есть двойной скраб, который использует вращательную очистку под давлением для удаления стойких пятен. Однако, нужно обязательно учитывать, что максимального результата очистки можно достичь, используя моющее средство, а не просто водичкой из-под крана. Кстати, я забыл рассказать о приложении, а это очень важно, для управления пылесосом и тонкой настройкой потребуется фирменное приложение Dreamy Home. Загрузить на свой смартфон его можно в Play Market и также App Store. Данное приложение дает множество вариантов управления роботом-пылесосом. Помимо различных настроек, производительностью уборки, Dreamy Home позволяет совершать контроль за процессом уборки и постройки карты помещения. Последнее можно сохранить для нескольких этажей, например, в вашем большом доме, если такое имеется. Что интересно, на секундочку, я, конечно же, не думаю, что это было так задумано, но я камеру научился использовать для наблюдения за собственными домашними животными в квартире. Например, чтобы понимать, чем они там вообще занимаются. Да, это баловство, но как чисто ради шутки можно использовать, как наблюдение за домом или, там, не знаю, за вашими домашними животными. Ну и в конце хотелось бы еще сказать пару слов про автономность. Dreamy L10S Pro Ultra получил аккумулятор емкостью 5200 Ач. Максимальное время автономной работы составляет до 220 минут или 3,5 часа, что позволяет без проблем убирать помещение площадью до 200 квадратов на одном заряде. То бишь, я на одном заряде делаю 3, возможно, 4 раза полную уборку всей квартиры на секундочку. Это очень живучий робот-пылесос, а заряжается данная модель через быструю зарядку и в Dreamy заявляет, что пылесос заряжается на 30% быстрее, чем предыдущее поколение. Одним словом, новый Dreamy L10S Pro Ultra по сути имеет ключевые фишки от старших моделей бренда, но и при этом остается относительно доступным роботом-пылесосом по цене-функционалу. На выходе в общем и целом мы имеем продвинутую 3D-навигацию, также функцию Mob Extend, мойка и сушка швабр, автоматическая станция очистки и все это делает уборку дома быстрой и весьма качественной. Я немало уже обозревал различных роботов-пылесосов и данная модель у меня лично в топ-5 лучших в своей нише, так что я думаю вам стоит присмотреться. Если кому стало интересно, ссылочку я оставлю в описании под этим видео. На этом, пожалуй, будем уже заканчивать и спасибо, что смотрели, увидимся с вами уже очень скоро, всем еще раз удачи и здоровья, до новых встреч на канале, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok